всем привет дорогие друзья сегодня у нас новый обзор модели противолодочного самолета ил-38 н с радиолокационным комплексом или оборудованием нона от компании восточный экспресс в масштабе 1 144 размер модели в длину 27 8 сантиметров или 278 миллиметров количество деталей в наборе 105 штук на торце имеется иллюстрация раскраски бортов с обратной стороны еще набора который выпускает восточный экспресс давайте посмотрим что внутри внутри нас встречает вот такой вот zip пакет с декалью и инструкциями небольшие пакеты с пластиком и для чего нужно было делать такую большую коробку я слегка не понял можно было вот сделать в половину меньшую упаковку но неважно и обзор содержимого коробки хотелось бы начать с инструкции для этой модели и листика с декалечкой давайте рассмотрим сначала инструкцию инструкция у нас представлена на вот таком большом листе наверное это а3 краткая справка о летательном аппарате летники набора инструкция отпечатана бегемотом эмблемка их есть здесь но нигде больше это не указано по крайней мере я этого не заметил далее этапы сборки этапов немного всего их видимо 12 судя по инструкции модель довольно простая ну относительно детализации она несложная и еще один лист в этой модели схемы окраски модели и об декали они в инструкции по окраске представлены два борта 1h виктор потапов и индийский вариант также необходимые цвета для окраски данной модели с обратной стороны листа у нас верх и низ самолета также для обдекаливания опять же в двух вариантах бортов посмотрим деколь на декали у нас имеются опознавательные знаки индии наши российские бортовой номер индийского борта и бортовые номера нашего также присутствуют именные надписи виктор потапов и яков кутепов также в декали предлагается несколько картинок с лобовым остеклением но со стеклением кабины и иллюминаторы предлагаются в декалях чтобы не мучиться с маскировкой также здесь серебристые декали для радиолокационной станции и немножечко буквально прям совсем технических обозначений прям наверное несколько штучек немного но то что есть перейдем к пластику первый литник у нас содержит элементы радиолокационной станции сам короб и антенны со стойками отливка неплохая сразу видно что на деталях отсутствуют ответные замки которые нужны для ровного соединения деталей без перекосов и сдвигов но я думаю что это не криминально не сложно следующая рамка содержит элементы хвостового оперения в данном случае это стабилизаторы купол гидроакустической станции шоссе и немножечко мелких антеннок также передняя стойка носовая стойка дальше у нас идет две одинаковых рамки с деталями двигателей давайте одну из них рассмотрим здесь у нас представлены мотогондолы винты детали мотогондол стойки шоссе здесь и как детализация неплохая имеется раскрой раскрой неплохой довольно таки глубокий также имеется маленький воздухозаборники но без отверстий это 144 масштаб кому нужно как говорится сделает сам доработает винт винт неплохой но могло быть и получше надеюсь в будущем под этот набор выйдет фото отравление с лопастями для винта было бы неплохо далее идет крыло вот так оно выглядит на собственные так сказать и рамки литийные на крыле довольно таки неплохой раскрой присутствуют основные элементы этого кроя до обшивки самолета давайте посмотрим расшивочку чуть ближе не совсем удобно сделаны приливы придется их это очень аккуратно подрезать подчищать все это выводить ниши шоссе пустые но в общем то они на стоянке в закрытом положении створки вот эти с двух сторон здесь посередине стоит стойка шоссе непосредственно это у нас вниз брюшко да здесь видны створки бомбовых отсеков или отсеков с вооружением такая расшивочка довольно таки неплохо следующая рамочка у нас содержит следующая детали крыла основная часть верхняя нам точно также здесь присутствует дополнительные стабилизаторы почему их дано два варианта я не знаю колеса для шоссе не очень они мне нравятся но других я пока не видела единственное что с этими колесами можно сделать это доработать их просверлить несколько отверстий смотрел это в интернете в общем-то не особо сложно тонким сверлом доработать также есть крой крой довольно аккуратный все это 144 масштаб и имеет четкие грани это верх крыла также раскрою панели утяжен на модели нет на пластике недоливов тоже нету довольно неплохо но не без того что придется это все обрабатывать и подгонять как я говорил уже раньше на деталях отсутствуют замки стыковочные и это немножко сделать такой своеобразный дискомфорт возможно но это не точно но если вы до сих пор не подписаны на наш канал подписывайтесь не забывайте нажать на колокольчик для своевременного получения уведомлений также в описании к данному выпуску вы найдете много разных ссылок такие как группа вконтакте наш канал на твиче instagram discord и telegram все ссылочки еще раз в описании не стесняйтесь заходите и и далее у нас элементы фюзеляжа к рассмотрим элементы половина фюзеляжа поближе детали на первый взгляд довольно неплохие как они будут стыковаться чуть позже посмотрим предварительно я их срезал с рамочек также присутствует кровь если кто-то знает что вот это за накладки встречал в интернете фотографии и не совсем понятно там вот эти места были окрашены ну имели внешний вид такой не крашеного металла чуть ли не хромированные что это такое я пока информацию толком и не нашел говорят что это шумоизоляция усиления от винтов самолета но такую расшивку имеет у нас корпус фюзеляж да и хвостовая это вот балка прилива не совсем здесь удачная но что есть то есть с обратной стороны ничего абсолютно нету иллюминаторы ну скажем так относительно ровный но подработать их немножечко придется так же как и остекление внутри ничего нету и так же и в наборе ничего нету не интерьера кабины пилотов не каких-то отсеков ничего нет киль с рулем направления все присутствует также раз крови на нем есть довольно неплохо для модели от компании восточный экспресс но как говорится другого нет имеем что имеем больше сто сорок четвертом масштабе никто не делает эту модель есть она только семьдесят втором но стоит довольно дорого и последний последняя рамочка из данного набора это остекление ну остекление скажем так себя на самом деле так как даже производитель предлагает все это под декали но я думаю что при желании можно даже такое остекление довести до ума и будет довольно таки прозрачная итак друзья всем спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы пишите рекомендации ваши ну а пока пока до новых встреч друзья как и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok